Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу Weekend Navigator, а значит самое время подумать о своих планах на выходные. И нам есть, что вам предложить. Давайте посмотрим на афишу событий. Традиционно начнем со спорта. В субботу отправляемся в город Приволжск, в спортивный клуб «Арена», чтобы посмотреть соревнования по дзюдо. Это будет открытое первенство, поэтому гости приедут из разных субъектов страны. Обещают зрелищные соревнования. Турнир будет посвящен Дню спецподразделений России. В воскресенье 27 октября на проспекте Ленина 43 состоится открытый внутриклубный турнир по комбат-самообороне на призы Ассоциации контактных видов единоборств. Начало схваток в 10.00. Соберутся самые сильные и самые ловкие. А днем в воскресенье идем на стадион «Текстильщик» поддержать любимую команду красно-черных. В этот день на домашнем стадионе они сыграют с клубом «Ротор» из Волгограда. Стоимость билета в 200 рублей. Матч начинается в 13.00. Надеюсь, увидимся на стадионе. Дорогие друзья, приглашаем вас на наш концерт в вашем городе. Будет весело, жарко и душевно. Поехали! Баян Микс. Новая программа. 21 ноября, 18.30. Филармония. Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на нежить вновь на больших экранах. На этот раз героям «Зомби-Лэнда» предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем недружелюбно. В кино идем, чтобы удивиться, испугаться и посмеяться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также эта неделя станет настоящей отдушной для любителей классики. На большие экраны выходят сразу две культовые картины. Первый из них – это «Побег из Шоушенка», экранизация Стивена Кинга, у которой в этом году юбилей. Тот самый фильм, который уже много лет занимает первые строчки всех зрительских рейтингов и считается лучшим фильмом в истории кино. Ну, по крайней мере, на территории России. А второй фильм – это «Терминатор 2. Темные судьбы» 91-го года. Его запустили в прокат в преддверии выхода нового «Терминатора», который выходит на экраны ровно через неделю. А сейчас мы имеем возможность посмотреть лучшую пока что на данный момент часть про «Терминатора». Какая страна самая красивая? Этот вопрос не задают себе патриоты. Если у вас все же он возник, отправляйтесь на выставку в музейно-выставочный центр. Там представлены работы победителей Всероссийского конкурса Русского географического общества. Соревновались 8 тысяч фотографов и 47 тысяч снимков. Лучшие теперь вы можете увидеть в нашем городе. Завораживающие виды – от Курильских островов до Куршской косы. От земли Франца Иосифа до гор Дагестана. Ради этих кадров профессиональные фотографы поднимались на вершины горы, спускались на десятки и даже сотни метров под воду. Снимки уникальные, притягательные, загадочные, завораживающие то обилием цвета, то строгостью и простотой черно-белой гаммы. Здесь самые красивые и интересные места России. Снимали различные фотографы из разных концов России. И были выставлены эти фотографии на конкурс. Я знаю, насколько большое влияние оказывают вот эти фотографии, замечательные фотографии, самые красивые на наших детей, на молодежь. Мальчишки и девчонки от 4 до 11 лет, а также их родители, в душе которых живет музыка, все спешим учиться играть на укулеле – маленькой четырехструнной гитаре. Это увлечение принесет невероятный позитив и пользу. В любой компании вам просто не будет равных. Игра на скачущей блохе, именно так называют укулеле, становится все более популярной в столицах. Давайте не будем отставать. Музыкальное образование или подготовка не нужны. Для детей организаторы обещают подобрать удобный график, а для взрослых – модный репертуар. Результат будет уже через пару занятий. После укулеле легко освоить гитару, ну и дальше. То есть мы не задаемся целью дать огромные знания нотной грамоты или большие познания какой-то музыкальной теории. А вот пользоваться этим инструментом, играть на нем, аккомпанировать себе, развучивать репертуар – вот это первое, что мы хотим сделать. Привлечь маленьких детей к музыке. У нас есть взрослые, которые занимаются индивидуально. Для них разработали мы специальный курс на три месяца. Взрослому человеку вполне достаточно даже без музыкального образования. Он получает знания этого инструмента, получает репертуар наигранный. Мы подбираем его каверы по интересам. Он тоже может аккомпанировать. Великий Дамирлан завоевал много земель, звезды мирового масштаба в грандиозном цирковом шоу «Горская легенда о любви» с 26 октября в Ивановском цирке, категория 0+. И под занавес немного культурных событий, а точнее приглашений на них. Эти выходные станут дебютными для выставки «Я в этот мир пришел, чтобы видеть море». Экспозиция откроется в выставочном зале «Классика», что на Палехской. Посетители смогут увидеть картины из личной коллекции Эдуарда Донцова. Выставка объединит полотна более чем 20 художников. Обязательно советуем сходить и оценить работы мастеров кисти. А в субботу, 26 октября, маленьких зрителей нашей программы и их родителей ждут на спектакле «Мой додыр» по мотивам произведений Корнея Чуковского. Постановку представит театр из Костромы под названием «Чемоданчик». Актеры сыграют дважды в 11.00 и в 16.00 на Типографской 6. О билетах нужно позаботиться заранее. И на этом все, что я хотела вам рассказать. Удачных выходных! Отдыхайте с душой! Субтитры подогнал «Симон»!